Коллеги, добрый день. Рад всех вас видеть на очередном семинаре, посвященном оборудованию компании RMS. Напомню для тех, кто с нами впервые, компания RMS – это прежде всего российская торговая марка. Это совокупность уникальных технических решений, сотрудничества и производства со многими заводами в России и в Китае. Это качественная техническая поддержка, тервестная поддержка, сертификация и огромное количество оборудования, которое позволяет нам закрыть любой проект, полный спектр оборудования. Это касаемо как простого конференц-зала, так и любого серьезного объекта, ситуационного центра и так далее. Если говорить про категории оборудования, то здесь бренд RMS представляет конференц-системы, аудио-видеокоммутацию, звуковое оборудование, камеры и видеоконференц-связь, системы совместной работы, системы управления, и плавно мы переходим к так называемым аксессуарам, без которых ни одна инсталляция не может быть осуществлена. Это кабельная продукция и крепление. Как раз сейчас мы и поговорим про крепление RMS. Этот год, которым мы занимаемся креплениями, показал, что мы движемся в правильном направлении. Крепления пользуются огромным спросом. Они профессиональные, качественные. Есть много у нас собственных наработок по реализации одних или других технических решений, и мы постоянно находимся в диалоге с инсталляторами, с интеграторами для решения каких-то конкретных задач на объектах. Теперь касаемо вообще философии крепления RMS, это прежде всего модульная серия. Если рассказывать про реализацию, как это сделано, то прежде всего я бы, наверное, хотел вам показать это, получается, наше направляющее, которое имеет достаточно хорошие ребра жесткости, оно не люфтит, плюс там представлена возможность наращивания, и это позволяет делать абсолютно систему неограниченной конфигурации. То есть если мы берем обычные крепления для Digital Signage, которые у нас представлены, то вы можете рассматривать как альбомную портретную ориентацию и использовать их либо в настенном варианте, либо использовать потолочное решение. Здесь стоит отметить, что если… То есть здесь представлены модели, если, например, у вас панель веса не 400 на 400, я сейчас покажу, да, вот здесь ограничение 400 на 400 миллиметров, то мы можем всегда пойти дальше и выбрать какой-то более другой удобный вес адаптер, исходя из вашей конкретной задачи. Также вот показаны потолочные крепления, вот, и если рассматривать это решение с точки зрения инсталляции, и очень часто интегратор спрашивает, а какая длина штанг необходима для реализации там потолочного монтажа, здесь стоит отметить, что есть переходная муфта, да, где мы можем, во-первых, мы можем использовать разную длину штанг, исходя из этого, варьировать высоту панели от потолка, да, либо мы это все дело делаем скрытно за потолком. Вот, такие решения есть, плюс идут несколько вариантов по адаптерам, да, в конце вы их увидите как модульные серии, да, и я хочу сказать, что потолочные адаптеры также бывают разные. Они бывают классические, стандартные, есть с декоративным кожухом, если это необходимо, и штанги есть телескопические, есть классические, стандартные, которые наращиваются через муфту. Вот, это все позволяет, ну, делать хорошие качественные инсталляции, вот, кстати, штанга 50-миллиметровая, это классический такой, ну, стандартный, современный. Вот, три цветовые, в трех цветовых исполнениях это может быть реализовано, соответственно, белый, алюминий и черный классический, самый популярный цвет. Теперь по решениям, которые не часто встречаются на рынке, да, это, как правило, это аэропорт, ну, какие-то такие серьезные, там, ледовые площадки и все остальное, где необходимо повесить несколько панелей и сделать инсталляцию, ну, круговую или квадратную, да. Соответственно, такие у нас решения тоже есть. Вот, последнее показано решение, это на восемь панелей, вот, предыдущие, вот, на три и на четыре усиленные, да, стоит обратить внимание, что здесь есть поворот на 360 градусов, что, в принципе, является хорошим подспорьем для современного инсталлятора. Можно совершенно спокойно и удобно повесить панель. Также отмечу, что сами крепления есть различные варианты, именно по различные варианты, по выбору это крепление будут с наклоном или нет, такая опция также существует. Далее, мобильные и стационарные стойки. По этим решениям мы получили огромный отлик от наших инсталляторов, да, от интеграторов, кто уже устанавливал на объект. Очень удобная реализация, потому что здесь мы можем как и выбирать, покупать готовые уже решения ставить в проекты, так и модульно выбирать эти решения. Если рассматривать, например, вот первую стойку BMS, ну, я специально так сделал, 150 HD, это, соответственно, 150 сантиметров высота вертикальных направляющих, да, с помощью как раз этой системы, когда у нас вот сюда просто вставляется сухарь, самый обычный, ну, вот наш Т-образный сухарь вставляется, мы можем это комплектовать еще какими-то дополнительными аксессуарами. Это может быть полка для камеры VKS, это может быть крепление для саундбара, это может быть боковое даже крепление для саундбара. Такие инсталляции мы уже делали с нашими партнерами. Все получается очень, так сказать, технически правильно, удобно, и нет никаких ограничений на использование. То есть, если необходимо сделать, ну, даже две камеры поставить, там, одно сверху, вторую снизу, или поставить камеру крепления для саундбара, еще какой-то аксессуар, даже прикрепить сетевую колодку сзади, вы это можете сделать, используя наши горизонтальные направляющие. Вот, это очень удобно. Также модельный ряд поддерживается мобильными стойками, соответственно, размерностью, там, две-три панели в линию, да, горизонтально. И стандартное крепление для видеостен, классическое решение. Вот, стоит отметить адаптер, да, вот этот, который показан здесь. Вот, это очень качественный адаптер, у него есть система регулировок, которая позволяет, ну, сделать и вывести там в линию по осям, соответственно, вашу стенку. Получается очень удобно. Вот, рекомендую обратить на это внимание. Далее. Иногда так случается, что основание, основание, ну, то есть там меняется спецификация, клиент захотел сделать какие-то изменения, да, в проекте, потому что, рассказывая случай жизни, когда была установлена как раз вот такая стойка, вот, она два на два, да, она была с колесами, да, необходимо было как-то это изменить и сделать так, чтобы проходящие мимо люди, да, не запинались на эту видеостенку. Соответственно, как раз мы использовали вот это плоское основание, которое полностью устроило заказчика, да, ну, так между собой мы это называем гусиными лапами, да, основание надежное, хорошо, так сказать, смотрится, плюс есть возможность фиксации данного решения к полу, вот, поэтому также обратите на это внимание. И здесь я специально показываю как раз это решение, когда можно использовать либо фиксирующее основание, да, оно комплектуется именно в этой стойке, вот, и здесь вот показано, как две стойки, мы, ну, превратили, да, в крепление и для видеостены два на два размерности. Такое решение иногда требуется, как правило, это аренда. Вот. Мобильные стойки. По мобильным стойкам также все очень логично и понятно. вы можете использовать на тот же самый, значит, на стойку с одной панели вы можете использовать как камеру ВКС, вот, так и значит, полку, причем полки бывают разные, да, полки качественно исполнены, вот, плюс у них есть как раз переходной адаптер фиксация для именно к вертикальной направляющей, к основной основании. Вы можете делать несколько, никто вас в этом не ограничивает, это все предусмотрена конструкцией и разработкой, да, этой системы. Можно сделать очень приличную инсталляцию. Вот. По, напомню, да, что по классификации вы можете выбрать это как готовым решением, так и собрать под себя, исходя из вашей задачи, непосредственно из компонентов модульной серии. Это удобно, просто, ну, вы сами для себя решаете, как вам лучше это сделать. Также отмечу, что зачастую значит, интеграторы, когда набирают, да, они, например, ну, не обратили внимание там на изменения в прайс-листе, на новинки, на новости на сайте, да, вот, и недавно был такой случай, когда как раз спросили решение для, ну, низкую мобильную стойку сделать, а у нас это решение есть, а клиент рассматривал как раз потолочные для нескольких панелей, чтобы потом это перевернуть, установить как-то и сделать инсталляцию напольную, да, не потолочную, в общем, получилось так, что поговорили и объяснил, что такое решение у нас есть, да, низкая мобильная стойка, это, можно сказать, хит сезона, да, одно из самых популярных решений, где есть возможность крепления панели как в альбомной, так и портретной ориентации, есть возможность установить это на колесах, вот, либо сделать фиксированные ножки, либо сделать просто плоское напольное основание массивное, которое там, ну, не упадет, вот, это исключено, плюс, стоит отметить, что, ну, крепление РМС, оборудование, да, которое мы поставляем, в них есть достаточно серьезный запас по прочности, потому что, когда мы начинали, вот, мы так скромно заявились на нагрузку на одну панель 30 килограмм, да, сейчас мы это дело протестировали, мы получаем отклик от инсталляторов и, собственно говоря, также сделали это в шоуруме, да, нагрузка значительно больше, чем 30 килограмм на панель, да, мы совершенно спокойно используем 80-килограммовую фиксированную нагрузку, 80 килограмм для нас-то на это направляющее для нас-то является абсолютно логичным решением, решением, которое проверено, да, отмечу, что вертикальную направляющую можно резать и, исходя из вашего объекта, использовать, потому что здесь декоративная заглушка, да, пластиковая, есть кабель-канал, совершенно все спокойно фиксируется, вот, выглядит очень изящно, клиентам нравится, да, нравится конечным заказчикам, ну, и образовательные, высшее образовательное учреждение, да, они очень любят такое решение, поэтому, обратите внимание, это одна из самых популярных стоек, ну, за этот год абсолютно точно, вот, далее, настенные крепления, ранее, ранее у нас настенные крепления были представлены как сборный элемент модульной серии, вот, по просьбам трудящихся, да, мы это все вынесли и сделали на коробочном решении, теперь, как раз, вот, это направляющая, да, это WH-122 настенный адаптер, вот, и два варианта непосредственно веса адаптера, это наклонный и фиксированный, в зависимости от задачи вы можете использовать, от себя отмечу, что, наверное, самое популярное, это как раз крепление для больших панелей, с большой нагрузкой, да, большой веса, поэтому веса, там, ну, 900 на 600, на 600, как правило, этого вполне достаточно для качественного монтажа, соответственно, эти модели мы всегда поддерживаем на складе, пожалуйста, обращайтесь, они есть, вот, это фиксированный вариант, и такой же вариант у нас идет с наклоном, да, по наклонным направляющим, значит, отмечу, что наклонные направляющие нашего бренда являются одними из самых качественных веса адаптеров на рынке, и по исполнению, и по регулировкам, по фиксации, это очень серьезный мировой уровень, поэтому обращайтесь, у нас такие решения есть, я рекомендую обратить на них внимание, вот, и следующий момент, когда у инсталлятора, да, у у вас возникает задача именно сделать какое-то совсем монументальное решение, где нагрузка на крепление переваливает за 100 килограмм, как раз сделано вот это решение, когда мы две направляющих, да, через переходной адаптер фиксируем между собой, и потом у нас идет как раз фиксация, да, вот, веса адаптера в двух местах, такое решение очень удобное, она не занимает именно много установочного места, также есть возможность потом сделать обвязку внизу, там, крепление для саундбаров или там камеры ВКС, такие решения есть, обращайте внимание, мы вот таким аксессуаром интересным, очень, как бы, рады в нашем модельном ряду, да, и уделяем этому огромное внимание. Также обращу ваше внимание на выдвижные шармированные крепления, популярность высока, качество на очень хорошем уровне, и что радует вас, прежде всего, да, это допустимая там нагрузка, плюс хороший вылет от стены, соответственно, стена понятно, что должна быть усиленная, и это важно, но, значит, получается, что, наверное, мы в тройке по исполнению вот этого крепления, то есть вылет от стены под метр с такой нагрузкой, плюс это гарантированная нагрузка, которая выдерживает данные крепления, здесь абсолютно четко мы проходим под любую задачу, да, причем по, скажем так, ценообразованию они не слишком между собой отличаются, поэтому вы можете для себя сами решать, какое вы ставите исполнение, да, либо с допустимой нагрузкой 68, либо 125, крепление также поддерживает кабель-канал, ну вот, очень удобная регулировка наклона вот здесь, где вы можете выдвинуть и зафиксировать, причем там не будет сползать, съезжать, как-то меняться угол наклона, мы это тестировали в шоуруме неоднократно, плюс на объектах, да, для меня самый большой показатель и, ну, качества и отклика, да, это наши хай-файщики, горячо любимые, которые обожают использовать это крепление у себя на объектах. Это выглядит солидно, конечный потребитель понимает, за что он платит, а в принципе сама конструкция позволяет сделать инсталляцию классной на какой-нибудь хорошей дорогостоящей панели. Вот, обратите внимание и касаемо нагрузки и характеристик значит исполнения и плюс еще наличие на складе это абсолютно топ по продаже. Значит, специализированные крепления для панелей, что мы в это вкладываем? Иногда у нас как правило банковский сектор и какие-то нестандартные решения это как раз тросовые крепления и крепления на колонны. Такое решение у нас тоже есть. Обращу внимание, что ВКонтакте если сегодня на семинаре какое-то крепление на вебинаре какое-то крепление мы не увидим, это не значит, что у нас его нет в портфеле. Пожалуйста, обращайтесь, пишите. Это тема для разговора, для каких-то дискуссий. Можно или нет. И если это в нашем портфеле. Значит, тросовые крепления. Классическая трехметровая длина. Исполнение очень хорошее. И отмечу, что здесь показана фиксированная модель, где показана одна панель. И как бы так объясню, используя это крепление, можно реализовать вот такую историю. Просто мы немножко разнесли, чтобы вам было понятно, чтобы мы понимали, что вы от нас планируете получить. Здесь веса 600 на 400 максимальный, крепление очень хорошее. Есть четкий расчет, есть чертежи, если необходимо ДВГ. Также у нас по креплениям на колонны иногда просят чертежи для согласования, для какой-то проектной истории. отмечу, кстати, что на каждый элемент, на каждое крепление есть во-первых технические характеристики, где указаны габаритные размеры, есть инструкция по сборке, ДВГ-файлы вам тоже доступны по запросу, пожалуйста, пишите, обращайтесь, мы всегда вас поддержим. часто у нас возникают такие вопросы, а есть, а можно, да, можно, мы готовы предоставлять вам ДВГ-файлы с полной раскладкой, с интеграцией ваших чертежных проектных моментов, вот это все есть. Поэтому обратите тросовое, это решение очень интересно как раз для ритейла и банкского сектора. Банкский сектор как раз у нас это очень часто запрашивают. Вот, крепление для ВКС, крепление для ВКС, тоже отдельная история, значит, красивая картинка, да, как это реализовано. Реализовано также это на направляющей, которая у нас есть, которая я уже сегодня два раза показывал, то есть мы крепим на эту направляющую, как раз настенный адаптер показан, вот так он выглядит, так он фиксируется, да, вот здесь есть как раз вот эти сухари, вот, у нас на них как раз прикручено много оборудования, и получается, что мы крепим панели непосредственно вот так, то есть здесь показана, ну, финальная часть, да, так это у нас выглядит, все очень просто, логически просто, да, то есть мы используем направляющие, которое через стыковочный, там, соединительный переходник соединяется, переходная муфта, вот, мы можем использовать как камеру для ВКС, так крепление для саундбара, вот, и так это выглядит на стене, отдельно хочу отметить как раз решение, которое есть в нашем портфеле, это крепление на стене, которое, ну, достаточно хрупкое, да, вот, там, где вы переживаете, что есть возможность, там, вырывания, там, гипсокартона, там, одинарный, и хрупкая стена, то здесь как раз вот усиливающие вот опоры, которые мы крепим вот сюда, вот, регулировать, да, можем их регулировать, фиксировать, вот, есть возможность как раз сделать скрытый монтаж и установить сюда какой-то, ну, использовать это как кабель-канал, это возможно, да, и плюс внизу, вот здесь в конце использовать непосредственно крепление, да, бабочки и полностью закрыть этот проект, то есть, получается, вы закрепили здесь, закрепили, сделали в упор напольное основание, смотрится это очень хорошо, вот, и, ну, такое решение как бы у нас уже было реализовано, заказчик остался очень доволен, да, и технически это смотрится изящно, да, и никто не переживает, что там когда-то это все рухнет, обвалится и все остальное, там, где там гипсокартон, нет какой-то, нет какого-то усиления стены, или это просто по тех задач невозможно, прошу использовать это крепление, это относится и к, не только креплениям для ВКС, а к самым обычным там креплениям, да, вы можете также взять эту горизонтальную направляющую и вниз уйти, усилить эту конструкцию, это все как бы в ваших силах. Крепление для видеостен, значит, крепление для видеостен, также одна из самых популярных за прошедший год позиции, вот, мы постоянно находимся в диалоге с интегратором, да, и мы понимаем, что, понимаем, где нам стоит улучшить, вот, где нам стоит доработать, но по отзывам, по отклику могу сказать, что это очень качественное крепление для видеостены, вот, которое абсолютно конкурентоспособно и очень высокого класса, вот, поэтому рекомендую обратить на это крепление внимание, вот, плюс у нас, скорее всего, еще будет возможен апдрейт данного решения для, скажем так, улучшения и задачи сделать его абсолютно технически совершенным. Такая работа тоже идет, поэтому обратите внимание на BWQR70 это одно из самых популярных у нас и продаваемых креплений. Вот, далее, там, значит, напомню, что можно использовать это крепление как в альбомной, так и портретной ориентации, вот, если необходимо и вам не хватает веса адаптера, который, то есть если панель 400 на 400 мы используем без адаптера, да, если 600 на 400 или 400 на 600, то мы используем веса адаптер, который поставляется в комплекте к данному креплению, вот, есть также переходной адаптер на 800 и на 900 миллиметров, ну, такие случаи у нас реже происходят, но они есть, да, и для таких решений, то есть можно можно приобрести, например, наша QR-70 либо QR-110, где этот вес адаптер 900 миллиметров, да, уже есть в комплекте, это можно совершенно спокойно использовать и просчитывать, ну, исходя из того, какие вы панели, значит, ставите и закладываете в объект, вот, поэтому крепление для видеостен наше все, вот, мы работаем, мы делаем это в решении все лучше и лучше. Технические характеристики, ну, 110-90 килограмм, поэтому можете не переживать, все, так сказать, в допуске техническом, вот, касаемо модульной серии, мы плавно на нее переходим, стоит отметить классическое исполнение, многие многие из вас интеграторы как раз знают, что решения иногда бывают разными, да, у заказчика, кто-то там делает на сварную раме, кто-то придумывает какие-то конструкции, можно сделать изящно, иногда такие решения очень нравятся заказчику, да, когда вы используете штанги, значит, либо черного, либо белого, либо цвета алюминий, вот, плюс в проект закладывается, как правило, точная высота там потолков иногда неизвестна, да, а КП и какое-то техническое решение нужно предложение дать, да, вы закладываете штангу большей длины, отмечу, что такие штанги у нас есть, классические, там, полтора, два, три метра, вот, с возможностью резки через, резки этой штанги через свой непосредственно трафарет, да, который позволяет отрезать штангу на необходимую длину и плюс сделать тот, те отверстия, которые потом позволяют вам сделать, ну, потолочный или напольный адаптер, да, вот, здесь, кстати, напомню, что есть кожухи, вот, кожухи тоже есть в разном цвете исполнение, поэтому выглядит все изящно, да, вот, как раз это решение, значит, кольцевой зажим, да, на который крепится, значит, на штангу крепятся вот такие два кольцевых зажима, адаптера, на них крепится именно сам адаптер и на него крепится горизонтальная направляющая, вот, с помощью, с помощью него можно все сделать, да, то, что касаемо использования креплений для видеостен, то в, я вам сейчас покажу, да, вот здесь, секунду, сейчас я постараюсь вам это дело показать, да, значит, у крепления есть, значит, вот здесь, когда мы крепим на вот этот кольцевой адаптер, да, у него здесь есть два отверстия, мы можем, используя одну или две штанги, сделать следующее, вот у нас как раз это и есть, мы через отверстия, которые уже заложены в крепление для видеостены, мы можем установить данное крепление на две штанги, зафиксировать там монументально, да, и можем, если по какой-то причине, это, как правило, дизайн, да, клиент не хочет, чтобы решение было, ну, слишком громоздким, очень много штанг, да, вот, как там бамбуковые рощи, вот, поэтому используется крепление с одной штангой, это все есть, технически мы проверяли также это надежно, да, но мы предпочитаем использовать именно решение, установку видеостены с двумя штангами, нам кажется, что это более надежно, правильно, вот, и фундаментально, поэтому обратите внимание на такое решение, иногда модульная серия нас выручает, каких-то инсталляций, вот, решение для небольших панелей, как правило, та панель, которая дотягивает там с веса адаптером 200 на 200, можно сделать и такую мини-инсталляцию, да, такие запросы приходят редко, но они иногда появляются, всплывают, поэтому можно рассматривать такое решение, вот, теперь, собственно говоря, модульная линейка, вот, про нее мы уже сегодня разговариваем, у нас нет никаких, в принципе, ограничений, только габариты, размеры помещения и что вам необходимо получить в итоге, да, различные абсолютно варианты по видеостенам, как это реализовано, плюс, можно сделать, обращу внимание, используя, например, ну, на примере вот этой видеостены 3х3 размерностью, да, можно использовать классический вот этот фиксированный адаптер с возможностями регулировки, это позволяет нам закрыть, да, инсталляцию, можно использовать вот такие с выдвижением фиксированный адаптер, да, он тоже есть в портфеле, да, в модельном ряде, вот, пожалуйста, все, здесь все зависит от ваших, скажем так, пожеланий, да, как вам удобнее закрывать именно это техническое решение, отмечу, что так же, что все эти штанги можно нарастить, можно уменьшить, вот, никаких ограничений здесь нет, и касаемо как раз вот этих модульных решений, ну, помимо того, что это есть на складе, обращать внимание на как раз процесс инсталляции, потому что недавно был случай, когда нас интегратор приобрел как раз вот эти решения QR 70, да, вот, и основное, основное было потом как раз элемент относительно длительный по выравнанию, да, конечно, проект был реализован, но потом именно сам интегратор задал мне вопрос, да, почему мы, собственно говоря, не использовали вот эти горизонтальные направляющие, да, быстро выстроили все в линию и используя вот такие как раз наши адаптеры с системой выдвижения веса, вот, не закрыли этот проект оперативно, поэтому здесь исследуйте свои объекты и в зависимости от вашей задачи используйте необходимые решения вот решение по монтажу видеостены несколько вот так значит также на модульной серии можно сделать решение для больших панелей это отдельные специальные адаптеры вот классическая форма вариации различные да, портретная там альбомная ориентация вот это все есть это никуда не делась вот и очень я люблю это решение когда есть возможность фиксации пола и возможность фиксации непосредственно к стене вот напольно-настенный вариант крепления позволяет прилично подстраховаться и сделать вашу инсталляцию максимально надежной плюс отмечу что те кольцевые как раз вот зажимы да, адаптеры которые у нас имеются вот сзади помимо всего можно также какую-то сделать еще дополнительную свою конструкцию которая даст нам возможность максимально качественно закрепиться это может быть специальный там уголок все что угодно вот поэтому такие решения пользуются скажем так заслуженным спросом инсталляторов они у нас часто бывают как раз все что с модульной серией с использованием штанг вот так или иначе возникают эти решения с фиксацией к стене для скажем так более надежной конструкции вот здесь показаны различные варианты да вот и касаемо еще самих моделей для удобства было сделано так где где мы смотрим на модель да и понимаем количество панелей которые есть в данной модели ну вот и расположение линейное да или вертикальное вот если потом посмотреть у нас в прайс-листе то вы сразу как бы все поймете вот и будете очень легко и ориентироваться в нашем прайс-листе касаемо креплений вот такие решения с веса адаптером там 100 на 100 миллиметров встречаются у нас они есть у нас в портфеле да каталоги встречаются реже но почему не показать вот поэтому различные вариации нам доступно вот можем их использовать есть есть с возможности там наклона фиксированные ну и теоретически наверное можно использовать еще адаптер веса чтобы это сделать 200 на 200 но я так сказать такой адаптер есть вот можете обратиться мы это все предоставим вот потолочные решения также нам доступно для совсем там небольших панелей с веса 200 на 200 32 37 не знаю если еще такие вот теперь касаемо напольных креплений по напольным креплениям все также очень просто есть усиленные напольные пластины вот с определенной длиной штанг вот рассчитаны поэтому здесь вы можете крепиться через обычный адаптер с фиксацией пола либо можете делать использовать напольную пластину либо также можете использовать пластину с фиксацией но вот это все между собой там происходит комбинирование да и они на совместимость там стопроцентная в зависимости от задачи да вот отмечу что если вы например используете такое решение вам захотелось использовать с основанием напольным да вы тоже можете реализовать потому что есть основания и такие есть более изящные это все есть у нас в прайсе вы можете посмотреть там есть масса напольных оснований теперь очень интересное решение для лет панелей вот отдельно хочу сказать что это очень просто профессионально и с хорошей скажем так технической подоплекой по регулировкам по монтажу вот по вообще пониманию процесса как это все выглядит как монтируется вот и плюс у нас есть техподдержка то есть мы помогаем нашим партнерам исходя из собственно говоря размера кабинета размерности самой лет видеостены вот рассчитывать то необходимое крепление которое будет использоваться на объекте нас это не занимает огромного количества времени вот потому что я знаю это абсолютно точно некоторым считают по 2 по 3 недели неизвестно когда там это все и в какой форме придет мы считаем достаточно быстро качественно вот готовы отвечать за результат и технически здесь есть несколько вариантов как это сделать это сделать с максимальным качеством и удобством по юстировке да вот можно сделать там средний вариант и когда совсем скажем так нету заказчика средства все-таки хочется что-то сделать достойное такое решение тоже есть вот пожалуйста обращайтесь расскажу как сделать но вот тоже получается очень классно вот кстати касаемо вообще мобильных стоек и всего остального то есть вот решение на так называемых вертикальном основании где есть возможность закрепить еще алюминиевый профиль алюминиевый профиль поставить например сюда полку какую-то и все остальное используя вот эти сухари это очень удобно вот в принципе я вообще очень доволен этим решением когда ты можешь используя там аксессуары и дополнительные компоненты реализовать там любую конфигурацию вот поэтому обратите на это внимание потому что можно использовать например поставить полку сюда через переходной адаптер если сделать красиво то можно поставить как раз горизонтальную направляющую из профиля да конструкционного и плюс поставить сюда там одну полку две-три в зависимости от необходимости от количества которое вам необходимо использовать в той или иной ситуации вот значит адаптерная пластина как правило парк очень большой именно для кабинета вот можете совершенно спокойно для расчета прежде всего да вы нам предоставляете значит размер кабинета мы считаем вашу так сказать конструкцию крепления для видеостены индивидуально и плюс конечно там будут использованы те адаптеры которые вам необходимы вот далее есть специальный там уголок для ограничения чтобы у вас кабинет не сварился при монтаже когда вы это делаете адаптер 198 позволяет непосредственно делать регулировку и это все дело выравнивать сводить вот поэтому обратите внимание на крепления для нет для лет они нам доступны вот далее так ну это мы взяли элемент из одного проекта вот так мы это дело реализовывали и как раз отдельные компоненты модульной серии вот здесь отмечу что это все есть в свободном доступе да в прайс-листе вот вы можете ознакомиться посмотреть самые основные мы вынесли да вот есть крепления там на ферму да вот настенные крепления вот усиленные там потолочные адаптеры там масса абсолютно вариаций по использованию компонентов этой модульной серии это очень удобно просто логически понятно вот поэтому значит очень часто идет диалог а как лучше сделать да и на каком все-таки решении остановиться поэтому иногда доходит до такого что ну давайте выбирать есть несколько вариантов как-то сделал поэтому мы готовы вам порекомендовать ну и собственно говоря выбрать наиболее качественное и технически грамотное решение есть несколько вариантов колес с фиксацией да понятно вот есть различные как раз вот напольные основания это для одной панели также вы можете их использовать и менять там укрепление например два на два для видеостены ставить такие напольные адаптеры есть крепление непосредственно к полу вот тоже это решение популярное вот как раз вот этот адаптер 118 он как раз и позволяет нам совершенно спокойно закрепиться к вертикальной направляющей вот которая которая является там основанием да вот основание напольная подставка да потом вертикальная направляющая на нее мы крепим непосредственно горизонтальное уже направляющие и все вот очень удобно просто и различные аксессуары полка для камеры саундбар вот значит касаемо кабель-канала то он практически идет ко всем креплениям вот комплектуется там никаких проблем быть не должно очень удобно вот кстати вот так это так это выглядит вот этот кабель-канал вот очень удобно и классно и на объект позволяет все сделать очень аккуратно вот вот и плюс ну наверное отмечу еще помимо помимо основной линейки да это крепление для мониторов крепление для мониторов это но визуально очень качественное решение технически вот есть вот есть различные варианты по исполнению и отмечу что это одно из немногих решений да но у нас модельный ряд достаточно большим нам это решение очень нравится потому что выглядит изящно вот по установке очень значит простое да либо через отверстие к столешнице либо с торцевым зажимом используем в зависимости от пожелания заказчика да и от возможности там сделать отверстие вот плюс так называемый расклад где есть возможность там использовать шарнирное крепление для там четырех панелей для трех для двух эти эти решения тоже есть в этом модельном ряду вот поэтому если вам такое понадобится то пожалуйста обращайтесь поэтому и плюс еще хотел отметить вот как раз вот вот такие направляющие когда требуется немножко больше сделать по высоте вот такие решения тоже есть плюс выдвижной кожух да это когда за панелью необходимо установить какой-нибудь маленький прибор вот и за панелью его установить стяжками вы можете его здесь закрепить вот потом это все дело закрыть вот и совершенно спокойно использовать плюс там есть система для защиты от краж да замок вот вы можете использовать его за панели и после потом когда вам необходимо сделать переподключение какое-то перенастройки просто вот так спокойно выдвинуть и сделать какие-то опциональные настройки потом опять задвинуть все у вас это решение за панелью так и остается оно очень удобное простое вот также есть балансир есть соединительные планки для как раз мобильных стоек и стационарных где необходимо вот сделать различную длину это все тоже есть в прайсе в модельном ряду вот и также есть еще решение достаточно интересное когда необходимо сделать враспор между одной стеной и второй стеной и какой-то установить крепление вот такое решение мы реализуем с помощью вот таких настенных адаптеров то есть используя там либо односторонний либо двухсторонний адаптер вы можете потом с одной и с другой стороны нарастить с помощью горизонтальных штанг и решение будет вполне технически идеально реализовано вот поэтому как-то вот так мы постоянно обновляем свои решения вот поэтому следите за новостями и отмечу что самое наверное основное вот не стесняйтесь обращаться по поводу какого-то подбора вот у нас есть отличный шоурум где вы можете продемонстрировать все мы можем вам продемонстрировать все модели о которых мы сегодня поговорили да большинство из них представлено у нас вот можете все посмотреть пощупать да вот если необходимо тестирование мы только за вот и повторюсь отклик по креплению компания рмс очень положительный значит крепление профессиональное качественное вот и хороший очень модельный ряд поэтому обращайтесь поэтому просьба если кто-то заинтересовался вы можете мне написать почту либо многие из вас меня знают написать мне позвонить в любой форме вот я для вас доступен обсудим во-первых и новинки модельный ряд плюс еще можно обсудить как раз проектную историю по этим креплениям я думаю это вас очень заинтересует будет интересно коллеги спасибо вам за внимание вопросы по креплениям я тогда у Артема Петрова уточню есть все коллеги спасибо вам за внимание рад был вас видеть пока спасибо что пришли спасибо спасибо Продолжение следует...